друзья я вас приветствую вопросы ответы по программированию номер 34 сегодня у нас 4 вопроса я напоминаю что вы можете присылать свои вопросы на сайте то есть моем блоге ссылка в описании и в общем то можете найти или фидбэк или конкретную серию например следующая будет 35 но и там оставить в комментарии свой вопрос я постараюсь ответить на них ну и в общем те кто отвечает на вопрос вернее только те кто задает вопросы те первым получат видео по ссылке через комментарии чтобы услышать ответы на свои вопросы но вот как то вот так ну и напоминаю что если вы не хотите пропустить новые видео то пожалуйста подпишитесь на канал поставьте колокольчик тогда вы будете получать уведомления ну и если вдруг захотите стать спонсором что собственно говоря приветствуется пожалуйста я не против в общем пишите письма шлите деньги как говорится итак давайте переключимся на первый вопрос и попробуем на него ответить почему все говорят что выбрасывать экземпшен в коде это плохо ну во первых это появилось совершенно недавно связи с тем что си шар получает некоторые обновления изменения трансформируются приближается более процедурному подходу то есть некоторых движения наблюдается а значит и ну а в процедурном программировании экземпшены как бы от выбрасывать исключение это вообще плохой дурной тон поэтому раз си шар двигается в этом направлении вам тоже рекомендуют видимо кто-то старше разработчики где-то на сайтах читаете выбрасывать экземпшен это плохо то есть не то что нельзя делать ну можно можно без этого обойтись для того чтобы понять почему так происходит надо понимать что экземпшен это базовый класс который вообще практически несет никакой полезной информации то есть там много всего но ничего полезного и собственно говоря при перехвате вот этих вот экземпшенов от этого типа вас появится неоднозначность в разных ситуациях то есть непонятно собственно говоря двусмысленность может появиться когда непонятно что собственно говоря делать и почему это получилось то же самое можно сказать про системы экземпшен который практически то же самое немножко более продуктивнее можно так и выразиться наверно нул референс экземпшен и индекс out of range экземпшен которые более полезны но тоже в некоторых ситуациях которые могут появиться в вашем коде но с моей точки зрения они больше говорят о проблемах вашей бизнес логики если у вас появился нул референс или out of range значит вы где-то что-то не продумали то есть не проверили это как бы вот на самом деле тоже не очень камильфо во всяком случае на мой взгляд говорит о разработчике как не очень компетентным да то есть если вы допустили out of range то понятно что вы где-то не учли какой-то индекс какой-то собственно игры перечислений то же самое можно говорить про инвалид каст экземпшен или divide by zero то есть если вы делите на ноль ну понятно что это на самом деле очень плохой вариант значит вы плохо подготовились опять же проблемы бизнес то есть с точки зрения банальной эрудиции вы можете выкидывать исключения или каким-то образом предусматривает вот так если вы уже предусмотрели это деление на 0 но так обработать его должным образом и это решит кучу проблем опять же надо говорить о том что не все исключения которые существуют системные они можно могут быть использованы в конкретном коде то есть есть разные типы для разных ситуаций и нужно выкидывать конкретный да то есть если вы кинете какой-то экземпшен когда у вас просто divide by zero это как бы тоже такой не очень правильный подход в это разработчик который будет использовать допустим ваш код сборку вашу может очень долго искать что это за экземпшен в конце концов окажется что это divide by zero в общем если выбрасываете исключение то конкретные дальше если не хватает какого-то типа всегда можно создать свой тип исключения ну только нужно опять же убедиться что это конкретная ситуация которая не может как-то там по-другому интерпретироваться не имеет двуслистности и надо сказать что когда создаете свой тип исключения я рекомендую его название привязывать к типу приложения к названию приложения к платформе скорее всего наверное платформу более глобально нет привязывать название приложения я есть микросервис темплейт и там я использую вообще кастомный тип исключений для чего это делается если у меня у меня все исключения которые сгенерированы в моем коде они используют префикс микросервис то есть если я где-то вдруг получая какое-то исключение то есть теоретически это тоже может быть прям ну совсем конечно не исключаю этого и он начинается микросервис значит это моё исключение значит я его получил значит моя программа значит я понимаю где что могло сломаться то есть я точно понимаю что это виноват в этом я а а вот если я получаю какой-нибудь систем экземпшен или экземпшен который не связан с моим названием то есть название моего приложения то есть с теми названиями исключения которые придумали а то есть более глубокий начать где-то ошибка сидеть глубоко в коде то есть я ее просто не обработал и тогда это другой уровень решения проблемы и в общем то это дает достаточно большое количество плюсов в том смысле что как только вы знаете где это может произойти это проще найти если вы не знаете искать дольше и отсюда есть тиммейта то есть оценка времени на решение проблемы ну то есть я думаю что понятно выражаясь ну и еще одно на самом деле как я уже сказал ранее си шарп исключение не приветствуется потому что си шарп движется в сторону расширения функционала похожего на процедурный подход в частности в языке питон например да то есть когда вы пишете процедурный код там такое понять как исключение не предусмотрено в принципе да то то есть у вас процедура должна делать какое-то действие она не должна выкидывать исключений но это моё сугубо личная точка зрения вы можете с ней не согласиться ну и в общем то почему не рекомендуют выбрасывать исключения особенно разработчики которые тестировали производительность это и я один из них кстати это то что исключение очень сильно влияет на производительность очень при очень сильно чуть ли не в два или даже там два с половиной в три даже раза то есть если ваш проект например и 5 я построен на том что вместо бэд контент бэд реквест выкинуть экзепшен то вероятность того что это ваше приложение будет требовать больше памяти и больше ресурсов это вот практически стопроцентное почему вообще сам класс из экзепшен он достаточно большой у него много вложений он подтягивает много всякой информации у него много зависимостей а если вы делаете какой-то наследник или используйте конкретные то это так называемый иннер 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 то есть вложенный 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 там в общем с геометрической прогрессии растет нагрузка на систему по тому как это сервизовать обработать в общем прокинуть этот экзепшен и в общем рекомендую вам не использовать исключения если вы используете api подход то здесь в принципе теоретически похоже на правду будет если вы будете использовать коды вот самого http протокола там 404 там 200 201 но и в последнее время появились новые стандарты там разные рфс которые 78 07 рфс 78 07 это проблем details который собственно говорит о том что разработчики и 5 должны вместо исключения вместо http статусов выкидывать информацию о том что это за запрос почему он не удался или почему он удался в общем-то или какие-то инструкции на решение проблемы я на самом деле давно использую такой подход еще до появления этого стандарта у меня это назывался operation result вы наверно про него знаете и и собственно говоря суть заключается в том что если я делаю get product by id и я могу вернуть несколько вариантов да то есть или сам продукт это как бы успешная операция она не требует объяснений либо 404 продукт не найден или там идишник не найден или допустим not after ice например ну или какую-то другую текстовую информацию там у вас нет права и сегодня понедельник или вы родились 13 числа неважно то есть вот это вот расширенная информация о том почему я не получил и где найти допустим дополнительную информацию и что нужно сделать чтобы получил я могу вернуть в этом operation резалки он немножко не соответствует той номенклатуре то тому тем методом которые реализуют реализуются в стандарте 70807 но тем не менее работает по такому же принципу в общем рекомендую ознакомиться с этим стандартом и использовать его в принципе при разработке не только и пиа вообще любого другого приложения особенно когда вы делаете допустим clean architecture когда у вас там обособленная бизнес логика это всегда позволяет обособить вашу бизнес логику не просто с точки зрения банальный рудист как говорится а именно от баз данных это то есть без привязки конкретно ну ладно это я уже пошел к дебри давайте не будем углубляться в общем смотрите выкидывать исключения можно но не нужно лучше все таки их обходить во первых это накладно во вторых это не всегда полезно но и в третьих это просто не модно ланика давайте поехали дальше вопрос у нас 151 какие есть инструменты для литинга кода на си шарпи например как если им для джейс и есть некий популярный style guide но вот эти вот англицизмом скажу по-русски популярные практики до best practice по-русски сказал да молодец в общем какие есть самые популярные принципы разработки подходы и все такое и так друзья да действительно есть и на на самом деле их последнее время особенно появилось большое количество в частности есть 3 шарпер который является расширен для игре и для visual studio в том числе разных версий я не виду комьюнити поддерживается enterprise и так далее серьезная большая мощная система которая не только модифицирует код разметку но еще добавляет некоторые даже очень полезные функции рекомендую ознакомиться она естественно ну немножко платная потому что все более-менее полезно немножко платным вот хотя я могу ошибаться есть есть и другие примеры когда не очень платные но очень полезно ну значит так для начала 3 шарпер дальше я ставил копы насколько помню она open source не знаю стала ли или не стала она платным по-моему она так и есть open source тоже разные полезности добавляет при использовании также есть sonor линд это пакет также есть расширение для среды разработки честно скажу я не пользовался просто в каком-то из проектах видел что на что она есть в общем а такого чтоб каждый день я его не использовал но и в dotnet формат это появился в dotnet шестом sdk формате может использоваться то есть она туда встроена теоретически можете установить nugget пакет который ставится глобально в систему и прогонять свои проекты в том числе и старые на предмет от этого форматирования надо сказать что происходит не только форматирование но и оценка структурных ошибок когда там не допустим ну что я имею ввиду не проверяется на нул или там возможность там указания там нул объекта ну вот вот такая штука ну вот я думаю что ответил на этот вопрос итак следующий вопрос номер 152 четвертый он на сегодня чем отличается clean architecture от onion architecture ну грубо говоря если переводить в вольном варианте это будет чистая архитектура от луковичной архитектуры надо сказать что существует несколько архитектур это первое это порты и адаптеры clean architecture и та самая onion architecture надо сказать опять же что есть и другие архитектуры но вот если говорить про эти три то они очень 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 сильно похожи и все они призваны для того чтобы позволить наиболее стабильным вещам не зависит от менее стабильных то есть когда будут меняться те которые часто меняются они не должны ломать то что более стабильное то есть практически статическое и и надо сказать что clean architecture она чуть чуть глубже уходит ну use case но это как бы такое примечание да но так или иначе все эти архитектуры они про одно и то же поэтому мы сейчас поговорим про что это одно и то же первое это independence of frameworks то есть независимость от фреймворков это когда архитектура независимость от фреймворков используется как инструмент предполагается что вы в любой момент можете этот инструмент поменять но опять же теоретически я на самом деле замену не видал но как дополнение видел например вы пишете бизнес процессы закладывать какую-то сборку отдельную а потом используете эту сборку допустим в API или там в DAPI приложение или в микросервисной там в каком-то месте вот если говорить про independence то это как раз про это дальше это stability testable вернее бизнес процессы должны легко тестироваться при этом не просто там создавая супер сложные тесты а легко макетироваться то есть mockings быть на уровне элементарщины то есть вы создали mock прокинули в какой-то метод он выполнился окей это сработало то есть другими словами бизнес процессы они абсолютно не зависит от юая то есть если что-то на юая поменяется то от этого ничего не должно поменяться бизнес процессы также нужно говорить про independent of database то есть независимость от базы данных вы можете практически в любой момент поменять оракал или скейл сервер на mongo или коуч деби еще что то еще и это опять же не привязано бизнес правил то есть бизнес правила никак никаким образом вообще не связаны с базы данных то есть независимость от того где это хранится другими словами если опять же приводить пример то очень просто store процедура это бизнес логика встроенная в sql сервер если вы перенесете на оракал там структура вот этих языка может измениться или допустим на postgres пришли там вообще другой синтаксис и вам придется переписывать бизнес логику в том числе ну может быть какой-то синтаксис менять а это уже неправильно соответственно когда база данных используется как хранилище и все остальное должно быть бизнес логики ну это вот так оно есть ну и надо сказать что independent of any external agency это когда бизнес правила ничего не знают о внешнем мире то есть другими словами бизнес правила не знают про бд не знают про юай не знают про какие-то микросервы вообще ничего не знают бизнес правил точно четко описывают какой там пришел товар ну как как это было в одном известном фильме запись протокол а опись протоколы в общем ничего больше и это все про те самые архитектуры которые были перечислены я думаю что собственно говоря ответил на вопрос краткий который это все одно и то же итак вопрос номер 153 что лучше использовать blazer сервер сайт приложения полностью на blazer или аспидут netcore плюс либо ну ладно плюс сборка скажем так с компонентами blazer какие преимущества недостатку первого подхода ну собственно говоря давайте определимся в чем отличие во-первых blazer сервер сайт и аспидут netcore это с бэкэнда со стороны бэкэнда это практически одно и то же даже не практически одно и то же другими словами отличие только на юай и нужно понимать какие есть плюсы и минусы давайте про них поговорим итак первое blazer сервер сайт это когда ваш весь юай построен на блейзерах на блейзер страницах то есть сама страница является компонентом соответственно отсюда вытекает что у вас авторизация аутентификации строится на компонентах blazer у вас состояние получается управление через blazer значит такое понятие как cascading value вам придется знать как это работает и соответственно от этого плясать строить какие-то в общем-то бизнес процессы на юай да но бизнес-процесс наверное слишком громкое слово то есть механизмы управления юаем именно на blazer надо понимать что у вас тогда загрузка страницы то есть загрузка библиотеки блейзера будет на стартовой странице будет соответственно на всех значит отсюда нужно понимать что у вас будет роутинг на основе блейзеровских компонентов с их используем редиректов навигейшн менеджер все такое дальше у вас также будут потребности в том чтобы управлять css ну в смысле каскадными таблицами стилей то есть какой-то разметка это тоже будет при помощи механизмов блейзера да то есть я имею ввиду что как-то обособленность как она по-русски то господи но неважно вот это значит то что сейчас перечислил это то что нужно для blazer сервер сайт когда у вас полностью на blazer есть определенные наработки которые вам придется знать чтобы это писать если у вас асп.нет core приложение то тут все как было на асп.нет core то есть mvc или razer page то библиотека с компонентами blazer подключается особняком специальным образом и можно использовать на страницах которые уже авторизацию используют от асп.нет mvc в частности или допустим razer page аутентификацию соответственно роутинг используется то есть большая часть асп.нет mvc или razer page она принадлежит именно старой платформе которая уже наверняка вами изучена а компонентами можно заместить какие-то интерактивные части ну и может быть даже авторизация и аутентификация не потребуется на blazer компонентах но если потребуется то уже как то есть будет проходить как например параметры да из асп.нет core приложения из этой платформы в общем есть разница в том как это будет реализовано более того если говорить про недостатки первого подхода то скорее всего у вас не получится трансформировать blazer сервер сайт приложения в myui проект который должен другим образом строится в отличие допустим библиотеки с компонентами blazer которые ну при определенном усилии можно трансформировать myui и соответственно они станут нативными для андроида для иоса для macos в общем я думаю что вы понимаете о чем я говорю есть и плюсы есть и минусы нужно просто понимать что для чего и какие перспективы в дальнейшем строить если вам нужно библиотека компонентов blazer которая допустим обособлена от конкретной бизнес логики то есть допустим input box специального вида или допустим какой-то view от отрисовки какого-то интерфейса красивого то и который можно применить на разных проектах с разной предметной областью то это как бы один вариант и в общем рекомендую использовать именно компоненты а с другой стороны если вы blazer сайт какой-то бизнес логику заложили в blazer полностью но нужно понимать что трансформировать ее в другой вид приложения будет немножко посложнее опять же если вам это нужно но есть собственно говоря понимание того почему эти два проекта и так первый blazer сервер сайт появился на мой взгляд ну во первых да смотрите все это работает на сигналаре и когда blazer сервер сайт придумали это был один из самых первых вариантов реализации блейзера то есть он первым увидел свет и это для того чтобы получить максимальный эффект от разработчиков которые выделили вау ну я во всяком случае был приятно удивлен что можно построить такую штуку а из по днет корр когда используют плюс компонентная библиотека то это такой более наверное распространенный подход почему потому что у всех уже были какие-то сайты какие-то реализации какого-то там и виси приложение которому можно было прицепить компоненты blazer и заюзать но смысле использовать и шарковский код на юае это мне кажется ну бомба это это круто я вот себе к блогу прицепил и в общем это как бы плюс еще хочу поделиться небольшим опытом у меня есть компа как на сайт колобонка точка нет и он работает по второму принципу то есть компонентами я прицепляю интерактивность к своему блог более того это интерактивность доступна только мне как администратору сайта и есть нюансы то есть если ваш сайт превышает какие-то там по памяти ресурсы или по по процессору ресурсы который лежит на хостинге который собственно эти ресурсы ограничивает то появляется уведомление нажмите их 5 для обновления сайта и это не очень приятно но используя эту компонентную модель то есть блейзерскую библиотеку я могу сказать что у меня вот эти вот компоненты грузились только на тех страницах которые нужна интерактивность то есть те которые вижу только я как администратор сайта и это дает меньшую вероятность того что пользователь увидит ошибку перезагрузите сайт то есть тот кто просто просматривает страницы никогда не узнает что у меня там блейзер а потому что мне там нет интерактивности и это как бы нужно просто понимать для чего и как это использовать то есть я вызываю только там серверу господи блейзер эту библиотеку где у меня используется интерактивность а не на главной странице не на стартовой не на главном шаблоне как например в blazer сервер сайт где полностью все на blazer и там нужно понимать где это может вам вылезти боком в том числе ну ну вот как-то вот так да я думаю что я ответил на этот вопрос так дальше у нас дальше вот у нас благодарности вам спасибо за внимание блок колобонка точка нет мы есть также в телеграме у нас небольшое сообщество но мы очень дружный и любим пообщаться рано на разные темы я призываю вас писать предложение замечания пожелания ну и конечно конечно же конструктивную критику опять же в блок на фидбэк или в телеграм подписывайтесь там ставьте лайки спасибо спонсорам что поддерживает меня в том числе и сейчас вот я с вами прощаюсь пишите правильный код и 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